Хочу поприветствовать вас, уважаемые коллеги. Сегодня речь пойдет о современной терапии лимфом. В данном докладе мы разберем современные тренды и направления в лечении Б-клеточных лимфом. На примере них самых распространенных это лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы, диффузно-Б-крупноклеточной лимфомы. В начале своей презентации я бы попросил вас ответить на несколько вопросов и провести интерактивное голосование. Первый вопрос. Высокодозная химиотерапия с трансплантацией этологичных стволовых кровотворных клеток при лимфомах. Это первый ответ. Терапия второй линии. Вторая терапия третьей линии. Третья терапия четвертой линии. Четвертая терапия отчаяния. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Брентуксимаб, видотин. Это терапия второй линии. Терапия отчаяния. Альтернатива высокодозной химиотерапии. И если не помог неволумаб. Следующий вопрос. Неволумаб. Это терапия второй линии. Второе. Это поддержание эффекта высокодозной химиотерапии. Третья. Альтернатива высокодозной химиотерапии. И четвертая терапия рецидива после или при резистентности к высокодозной химиотерапии. И четвертый вопрос. Трансплантация аллогенного костного мозга. Это терапия второй линии. Терапия рецидива после или при резистентности к высокодозной химиотерапии. Третья. Не показана вовсе. И четвертая. Если нет возможности, назначить неволумаб. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за ответы. Переходим непосредственно к самому докладу. Немножко из эпидемиологии. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения в Российской Федерации в 2008 году зарегистрировано практически 9 тысяч новых случаев неходжкинских лимфом и практически 3 тысячи новых случаев лимфомы Ходжкина. И, как вы видите, летальность при этой патологии также высока в Российской Федерации. Лимфома Ходжкина. Обычно это 20-30% от общего количества новых случаев лимфомы в год. Заболеваемость составляет от 1 до 3 на 100 тысяч населения. Два возрастных пика от 15 до 34 лет и старше 55 лет. Чаще болеют мужчины. Риск развития выше у пациентов с иммунодефицитными состояниями, как врожденными, так и приобретенными. Лимфома Ходжкина выделяет 5 гистологических вариантов. Более 90% это варианты с надулярным склерозом и смешанно-клеточный вариант. Для того, чтобы правильно лечить лимфому Ходжкина и начинать какую-то терапию, важно правильно разделить пациентов на группы. И речь пойдет о классической лимфомах Ходжкина с надулярным склерозом. И, собственно говоря, важно правильно стадировать пациентов. Первое – это по так называемому международному прогностическому индексу, который будет разделять пациентов на несколько групп. И использовать такие схемы определения групп риска, которые используются в немецкой исследовательской группе по исследованию лимфомы Ходжкина и Европейской организации по лечению и исследованию рака. Здесь представлены все эти модели, я думаю, вы с ними знакомы. Также в последнее время появились новые сообщения о модификации международного прогностического индекса с IPS-7 до простого прогностического индекса IPS-3 для продвинутых стадий лимфомы Ходжкина. В результате анализа на более 2000 пациентов было получено, что наиболее прогностическими значимыми факторами для пациентов с продвинутыми стадиями 3-4 обладает уровень гемоглобина, меньше 105 возраст, старше 45, и четвертая стадия заболевания. Как вы видите на графиках слева, здесь показана общая выживаемость пациентов в зависимости от количества баллов по IPS. И также важно оценивать прогностическое значение имеет позитронная эмиссионная томография. Она появилась у нас в использовании не так давно. И одним из важных факторов является определение промежуточной ПЭТ-активности. Обычно это выполняется после второго курса химиотерапии. На данном слайде справа на графике показаны пациенты, у которых был позитивный ПЭТ, что обуславливает их плохую, беспрогрессивную общую выживаемость. И пациенты с ПЭТ-негативным ответом, что обуславливает их хорошую выживаемость. Какие же варианты лечения всех лимфом существуют? Первый вариант лечения – это химиотерапия. Это, собственно, использование различных химиотерапевтических агентов для непосредственного уничтожения клеток лимфомы. Лучевая терапия – это использование высокоэнергетических лучей, опять же, для непосредственного уничтожения иммунотерапии. Это использование созданных для точного уничтожения клеток лимфомы. Это могут быть моноклональные интенсивные ингибиторы контрольных точек иммунной системы. И трансплантация – этот раздел объединяет в себе инфузии здоровых стволовых кровитворных клеток, костного мозга или модифицированных клеток. Поговорим о этих вариантах лечения. Но важное, что мы хотели донести сегодня, что все эти варианты лечения должны назначаться, во-первых, последовательно и работать только в комбинации. А не назначаться один за место другого, или что только трансплантация может улучшить выживаемость пациентов, или только лучевая терапия. Нет. Только в совокупности применение всех методов терапии способно увеличить выживаемость пациентов с лимфомами. Проблемы, которые сейчас в настоящий момент есть, это до 30% пациентов прогрессируют после первой линии терапии, 10% вообще резистентны к первой линии терапии, и пациенты после аутотрансплантации в 50% случаев также прогрессируют. Как же это возможно преодолеть? С помощью химиотерапевтического воздействия. В 2019 году опубликована статья наших коллег из Китая, которые проводили в первой линии терапии для продвинутых стадий лимфомы Ходжкина, 3-4 стадии, в высокотозную химиотерапию при ПЭТ-позитивном ответе после двух курсов АБВД. Это были пациенты только с 3-4 стадии, сдавили 4-5 после двух курсов АБВД. Далее им проводили либо два курса высокодозной химиотерапии ТХАП, либо два курса высокодозной химиотерапии ТХАП с аутологичной трансплантацией стволовых кроветворных клеток. И в результате этого исследования они получили достаточно неплохие результаты. Выживаемость пациентов составила 91%, безрецидивная выживаемость 72%. Следующее исследование – это исследование наших итальянских коллег. Оно было проведено в 2016 году. Оно представляло из себя также использование ПЭТ-адаптированной стратегии для определения пациентов группы высокого риска. В этом исследовании он принимал участие 512 пациентов. Часть из этих пациентов, которые были ПЭТ-позитивны после второго курса химиотерапии, получили высокодозную химиотерапию с аутологичной трансплантацией стволовых кроветворных клеток. Часть из этих пациентов получила в том числе иологенную трансплантацию периферических стволовых кроветворных клеток. Двухлетняя общая выживаемость в этом исследовании составила 97% и безрецидивная выживаемость двухлетняя составила 80%. Что также показывает неплохие результаты на фоне обычной терапии курсами АБВД без проведения аутологичной трансплантации и алогенной трансплантации. Что касается новых препаратов, таких как брентоксимапидотин, с которым вы уже знакомы и наверняка уже активно используете. Хочу вам напомнить, что это моноклональное антитело, которое состоит из двух частей. Это белок, нацеленный на CD30-клеточные мембраны, связанный с антиметатическим агентом, монометилом и уристатином Е. Одно из исследований, которое было проведено в Соединенных Штатах Америки, где применялся брентоксимапидотин в первой линии терапии в сочетании с курсом АВД, то есть из схемы АБВД исключен блеомицин. В исследовании принимало участие 497 пациентов и получили улучшение результатов у данной группы пациентов. И беспрогрессивная выживаемость в группе с брентоксимапидотином составила 87,9%, что также неплохой результат по сравнению с курсами АБВД, где беспрогрессивная выживаемость составила всего 78%. То есть в целом улучшила прогноз данной группы пациентов примерно на 10%. Что позволяет, наверное, сказать, что брентоксимапидотин можно использовать в первой линии терапии для пациентов с продвинутыми стадиями лимфомы Ходжкина. Что же делать, если случился рецидив? Мы все знаем, что в этом случае применяются курсы высокодозной химиотерапии с последующей эотологичной трансплантацией стволовых кровиторных клеток. На этом слайде представлено большое количество работ с курсами высокодозной химиотерапии. Наиболее часто и наиболее эффективные курсы – это платиносодержащие курсы, такие как АИС и ЛИТХАП. Но в связи с развитием наших технологий также применяется сочетание таких агентов, как брентоксимапидотин вместе с химиотерапией. Здесь видно, что брентоксимапидотин также повышает эффективность платиносодержащих курсов. Также стоит обратить внимание на сочетание и комбинацию бендомустина и брентоксимапидотина и сочетание ингибиторов контрольных точек иммуносистемы – неволумап с брентоксимапидотином. Вы видите, достаточно везде высокая частота ответа и высокая частота достижения полной ремиссии. Данные исследования, проведенные в 2002 году, – это первое рандомизированное исследование, которое показало эффективность высокодозной химиотерапии по сравнению с химиотерапией. Здесь демонстрируется более чем 20% превосходство высокодозной химиотерапии перед обычным курсом химиотерапии для консолидации эффекта от высокодозной химиотерапии. Что важно выполнять перед высокодозной химиотерапией и проведением металлогической трансплантации стволовых клеток – это проведение, опять же, ПЭТ-позитронно-эмиссионной томографии. Данное исследование показало, что пациенты с ПЭТ-позитивным ответом перед высокодозной химиотерапией имели низкую общую бессобытийную выживаемость по сравнению с пациентами, которые имели ПЭТ-негативный ответ перед высокодозной химиотерапией. На примере брентоксимаб, видотина и других препаратов хотелось бы показать их эффективность в так называемой поддерживающей консолидационной терапии, как мы уже это применяем, например, при мантийно-клеточной лимфоме, когда после высокодозной химиотерапии применяется ретоксимаб для удержания эффекта и увеличения общей выживаемости в данной группе пациентов. В данном исследовании использовался брентоксимаб-видотин в качестве поддерживающей терапии. Также получили достаточно хорошие результаты этого исследования в группе с брентоксимаб-видотином. Общая бессобытийная выживаемость составила 65%, в группе плацебо составила 45%. В этом исследовании принимало участие 329 пациентов, что достаточно большое количество и говорит о хороших результатах. Но мы помним, что 65% по сравнению, например, с теми процентами, которые мы получили от химиотерапии, не особенно далеко ушли. Дальше хотелось бы рассказать про несколько исследований по моноклональным антидетелам, ингибиторам контрольных точек иммунной системы. Наиболее часто мы используем ингибиторы PD-1, PD-L1 и CT-L4. Но в настоящее время идут исследования как активаторов рецепторов Т-клеток, так и ингибиторов рецепторов Т-клеток. Их очень большое количество. Я думаю, что в будущем мы только будем получать все новые и новые препараты, которые помогут нам в итоге достичь более лучших результатов. Здесь я хочу вам продемонстрировать два исследования с препаратом Pembrolizumab, с которым вы знакомы. Мы его не так часто применяем в связи с более высокой стоимостью по сравнению с другими, наверное, и какой-то доступностью. В первое исследование, это исследование КНО-087, где во второй фазе исследования, было показано, что общая частота ответа у пациентов после рецидива, после высокодозной химиотерапии и аутотрансплантации в группе с применением также брентуксимабведатин, то есть первично-рефрактерной формы, достаточно высокая частота ответа 69%. К сожалению, в этом исследовании не транслировалась общая выживаемость, поэтому частота ответа 69% достаточно неплохая. И да, его можно рекомендовать в использовании второй линии терапии при рецидивах, например, после брентуксимабведатина или в третьей линии терапии, когда пациент рецидивирует после высокодозной химиотерапии. Также аналогичное брентуксимабведатину исследование было проведено с пембролизумабом для консолидации эффекта после высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутотологических столкеток. Общая безрецидивная выживаемость в этой группе пациентов составила 82%. Помните, что гораздо выше, чем с исследованием, где применялся брентуксимабведатин, в этом исследовании общая безрецидивная выживаемость составила 65% и в группе пембролизумаб гораздо выше. Что тоже указывает на то, что вероятнее всего, что чекпоэт-ингибиторы, такие как пембролизумаб и неволумаб в поддерживающей терапии будут, наверное, гораздо лучше, чем брентуксимабведатин. Следующее исследование, оно было достаточно большим, называется оно Check E-Mate 2005, вы также о нем, наверное, слышали. Оно было опубликовано в 2018 году. Это исследование было разделено на две части. В первой части неволумаб применялся в первой линии терапии в сочетании с АВД против АБВД. У пациентов с продвинутыми стадиями лимфомы Ходжкина, но, к сожалению, каких-то улучшений показателей вживаемости и безрецидивного ответа не было получено. Это исследование было прекращено. И вторая часть исследования, когда неволумаб использовался при рецидивах и рефракторных формах лимфомы Ходжкина, в том числе после применения брентуксимабведатина, после высокодозной химиотерапии с трансплантацией отологичных стволовых клеток и после комбинации брентуксимабведатин с отологичной трансплантацией стволовых кровотворных клеток. И как мы видим на левом графике, применение брентуксимабведатина привело к увеличению общей выживаемости пациентов в течение двух лет. При полном ответе это практически 100% пациентов общая выживаемость. При частичном ответе точно так же практически около 95%. При стабилизации заболевания выживаемость в течение двух лет составляет 88%. И даже при прогрессировании заболевания выживаемость не падает ниже 50%. Процентов, что позволяет говорить о том, что неволомап и другие чекпоинт-ингибиторы должны использоваться в третьей линии терапии после рецидивов, после высокодозной химиотерапии с отологичной трансплантацией стволовых кровотворных клеток. Также интересно в этом исследовании было проведено аллогенной трансплантацией 44 пациентам. И что также улучшило результаты аллогенной трансплантации лимфомы Ходжкиной и 80% выживаемость. Это достаточно неплохой результат у пациентов. Но, к сожалению, высока частота острой реакции трансплантатов против хозяина 25%, второй-четвертой степени, а третьей-четвертой степени 17%, что достаточно много. И пока это нельзя рассматривать как показание или как комбинацию неволомап и аллогенная трансплантация в третьей линии терапии. Показания к трансплантации аллогенного костного мозга – это рекомендации Европейской ассоциации трансплантации костного мозга. Как вы видите, она является стандартом после рецидива, после алтологичной трансплантации, является действительно стандартом лечения. И при рефракторном течении практически не применяется в связи с своей малой эффективностью в эру исключительной химиотерапии. Аллоген трансплантации может быть выполнен только у пациентов подходящего возраста. Зачастую это пациенты до 40 лет, подходящие по общему состоянию здоровья. Также очень важен адекватный ответ, который оценивается в том числе и по ПЭТ-КТ, и наличие адекватного донора. Это исследование, которое было проведено в 2017 году, Европейская ассоциация трансплантации костного мозга, который показывает, что по сути дела нет особенной разницы, какой донор используется, результат будет один и тот же. То есть фактически можно использовать родственных неполностью совместимых доноров, это в том числе могут быть братья, сёстры, мама, папа, и получать такие же хорошие результаты, как при использовании сиблингов, то есть полностью совместимых родственных доноров, так и полностью совместимых неродственных доноров. Прошу заметить, что общая выживаемость в данной группе пациентов составляет 60%, и вот в исследовании с неволумабом, которое я показал ранее, общая выживаемость составляла 80%, что значимо выше. Следующее, о чём я хотел поговорить, это использование как раз-таки CAR-T терапии или использование химерных рецепторов. Т-клеток – это рекомбинантный гибридный белок, сочетающийся фрагмент антитела, обладающий способностью избирательно связываться с конкретными антигенами, сигнализирующими доменами и способствующие активировать Т-клетки. По сути дела, рекомбинантный – это говорит о том, что мы его производим искусственно, гибридный, потому что он действует с одной стороны на Т-клетку, а с другой стороны связывается с необходимым нам антигеном. Таких исследований для лимфомы Ходжкина, к сожалению, проведено немного. С CD30 специфическими гибридными антигенами Т-клеток, одно из них представлено здесь. Здесь всего, данное исследование участвовало всего 9 пациентов, часть из них – это были пациенты с лимфомой Ходжкиной, часть пациентов были с анапластической крупноклеточной лимфомой. Как мы видим, частота ответа достаточно невысокая, но зато у части пациентов эффект очень значимо выражен, что показано здесь тоже на слайде. Также есть другие препараты, которые могут применяться в качестве терапии спасения этой группы пациентов или в качестве метрономной терапии, когда уже другие методы терапии неэффективны, а продолжение химиотерапии приводит к каким-либо осложнениям или использование чекпоэт ингибиторов или брентуксимапфидотина тоже невозможно в связи с токсичностью накопившейся. Возможно использовать следующие препараты – это пенобиностат, линолидамид и эверолимус. Все эти препараты в монотерапии давали достаточно неплохой частичный ответ и способные продлить жизнь пациентов, но это только клинические опции, но не как стандарт лечения. И что хотелось бы отметить для терапии лимфомы Ходжкина, это что нужно использовать и правильно стратифицировать пациентов на группы риска, используя все возможные шкалы и риск адаптированной схемы. Необходимо использовать пэт-адаптивную стратегию, использовать рестодирование, в том числе и при третий садиве заболевания. В первой линии терапии, да, возможно использование брентуксимапфидотина и возможно каких-то будущим чекпоинт ингибиторов в первой линии терапии и лучевой терапии. Во второй линии терапии, безусловно, это высокодозная химиотерапия с комбинацией с брентуксимапфидотином и чекпоинт ингибиторами для более глубокого ответа. И в том числе лучевая терапия. В третьей линии терапии возможно проведение химиотерапии в том числе, но здесь на первый план как раз выходит брентуксимапфидотин, если он не применялся ранее, и чекпоинт ингибиторы. И использование трансплантации, это клеточная терапия, это аллоген, трансплантация костного мозга и картотерапия. При рефракторном течении применение только брентуксимапфидотина, чекпоинт ингибиторов и картотерапия. Дальше речь пойдет про неходшкинские лимфомы. Они разделяются на индолентные и агрессивные. Сегодня мы поговорим о диффузной крупноклеточной лимфоме. Она относится к группе агрессивных лимфом. Здесь немножко о эпидемиологии. Такие же точно проблемы, так же, как и при лимфоме Ходжкина. Стратификация на группы риска пациентов производится по международному прогностическому индексу RRPI. Также используются две схемы по стратификации пациентов на группы риска. Это использование иммуногистохимического алгоритма ХАНСА, так называемых, где лимфомы делятся на GCB и нон-GCB. И использование генетического профила опухоли. Это разделение их на как раз-таки лимфомы GCB и ABC. Также совсем недавно было проведено исследование среди 2000 пациентов с диффузной крупноклеточной лимфомой, где пациентам выполнялось полное геномное секвенирование, и были выявлены мутации, которые значимо влияли на беспрогрессивную выживаемость данной группы пациентов. Что в очередной раз нас убеждает о том, что необходимо внедрять в практику генетическое исследование перед химиотерапией, для того, чтобы верно и правильно стратифицировать пациентов на группы риска, и проводить им более агрессивное или менее агрессивное лечение. За последнее время с появлением ритоксимаба особенных изменений в терапии первой линии диффузно-крупноклеточных лимфом не происходило. И одно из исследований, которое, может быть, приведет к введению в терапию первой линии, что-то новое – это применение, как раз-таки, как в этом исследовании, линолидомида. Это препарат, который относится к группе иммуномодуляторов, который своего рода тоже активирует Т-клетки и помогает иммунитету лучше бороться с опухолевыми клетками, но в том числе и влияет на Б-клетки. В этом исследовании показано улучшение беспрогрессивной и общей выживаемости у пациентов с нон-GCB-лимфомами, вновь диагностированными с применением линолидомида в комбинации с R-ЧОП. Следующий один из прогрессивных препаратов, который, вероятно, тоже скоро войдет в практику, это препарат Венитоклакс, это ингибитор BCL-2, который в сочетании… Сейчас только идет первая фаза исследований, но все на него возлагают большие надежды. В сочетании также он будет с курсами R-ЧОП, или в сочетании с комбинацией ЧОП или других CD20 моноклональных антител. Что возможно применять при рецидиве? Здесь точно так же, как и при линфоме Ходжкина, стандартами является высокодозная химиотерапия, это опять же платно-содержащие режимы. Другой вопрос, когда необходима мотологичная трансплантация стволовых кровотворных клеток при диффузной Б-крупноклеточной линфоме. В первой ремиссии, да, существует очень много различных исследований, противоречащие друг другу, но чаще всего она не рекомендуется, как терапия перволиния. Во второй и более ремиссии, это является стандартом лечения. При рефрактерном течении, если опухоль химиочувствительна, да, возможно применение отологичной трансплантации стволовых кровотворных клеток. Если опухоль не химиочувствительна, применение отологичной трансплантации стволовых кровотворных клеток бесполезно. Здесь показано исследование CORAL, которое было проведено в 2012 году, когда пытались ввести ретоксимаб в качестве поддерживающей терапии, сравнивая два курса платинно-содержащих режимов, но, к сожалению, ни одна из ветвей на рандомизации не подтвердила свою эффективность, и применение ретоксимаба у пациентов даже высокой группы риска после высокодозной химиотерапии нецелесообразно. Какие режимы кондиционирования используются при высокодозной химиотерапии диффузно-бэк крупноклеточных линфом? Это режим BIM. И проводилось много других исследований, сравнение с теофосфамид-содержащими режимами, бусульфан-содержащими режимами. Также сравнивались курсы BIM и курсы с облучением всего тела, но они не показали значимой эффективности, и в настоящее время высокодозная химиотерапия по схеме BIM является стандартом. Что делать, если случился рецидив после высокодозной химиотерапии? Здесь далеко не полный перечень препаратов и исследований, которые в настоящее время применяются. Как вы видите, достаточно невысокий процент ответов. Прошу заметить, здесь перспективные исследования. Это использование препарата, опять же, ленолидамид, в том числе для АБЦ-лимфом подтипа диффузно-бэк крупноклеточных линфом с частотой ответа 52%, использование комбинации бортозамиба с химиотерапией, использование бендамустина, также представляет собой определенный потенциал. И также существуют комбинации. К сожалению, эти исследования только проходят в первой стадии. Это сочетание блинантумумаба, ленолидамиды и винитоклакса, также сочетание ленолидамиды и винитоклакса, но по ним пока нет никаких результатов. Как мы видим, здесь присутствуют в том числе и чекпоид-ингибиторы, но в целом они не оказывают значимого излечивания в этой группе пациентов. Это данные Европейской Центральной Трансплантации Костного Мозга о том, что аллоген-трансплантация за последние 20 лет ни к чему не привела. При диффузно-круппно-клеточных лимфомах в первой линии терапии да, наверное, скоро возможно будет применение для части пациентов курсов сочетания ЧОП-Р с ленолидамидомидом и винитоклаксом. Это может быть и сочетание дополнительно с чекпоид-ингибиторами и применение какой-то клеточной терапии или трансплантации донорского костного мозга у части пациентов с сверхвысокой группой риска. Второй линией терапии является стандартно также высокодозная химиотерапия и также, наверное, возможно сочетание с другими новыми схемами химиотерапии. Безусловно, здесь возможно применение как аллоген-трансплантации костного мозга, так и картотерапии. Ну и третья линия терапии мы здесь все видим. Спасибо за внимание. Продолжение следует...